Да много видел. И героизм видел, и боегуство видел. Разное. Иногда было действительно боегуство, которое сложно было, как бы сказать, осуждать, потому что, к примеру, и боец молодой, и ситуация могла быть действительно нестандартная, непонятная. Иногда было действительно абсолютно позорно, и даже, я бы сказал, должно быть уголовно наказуемо. Даже в таких форматах, когда трусость солдат, или даже одного или двух отдельных солдат подставляла жизни целого взвода или рот. Когда люди бросают автоматы, идут в другую сторону. Им все равно, кто там и что там. Ну, например. Ну, тоже трудно назвать это боевую сумму, но он выбрал другую. Человек не хочет убивать. А ситуация, ну, если с войной связана, то ситуация бывает разная. Мне их рвали в крышу. Бросали оружие или все, больше не могу. Ну, не можешь. Все, мы их отправляли в тыл. Если он говорит, что мне страшно, я не могу, я думаю, что таких не можно осуждать. А если он приезжает через неделю в Киев и кричит героично, как он прыгал на танки, то это, может быть, уже неправильно тогда. Да боится, каждый боится. Нету человека, который не боится. Первый раз мы выехали на Попасную, это с батальоном Донбасс. Я не думаю, что там кто-то не боялся. Там боялись все. Я Бога вспоминал разов в десять. Пока свистело, я молился раза четыре, наверное, молитву успел прочитать. Она все еще свистит. А потом она шляпнулась и перестала свистеть. Ну, рядышком, но не разорвалась, скажем так. Поэтому боятся все. Я не встречал. Не встречал. Я и Богу не встречал. Были даже люди, которые просто не выдержали, у которых просто взрывали нервы. Они сказали, что я не могу. Они развертались и уезжали через неделю, два, три домой. Да, наверное, нет. Были случаи, когда можно было, например, что-то сделать, но не было сделано. А вот так, чтобы отверто там текать, або, я не знаю, сховаться. Ну, были люди, которые сидели на хате, например. Но вообще-то не можно отновлять людину, если она хочет попасть на фронт, если она хочет воювать. А что она там будет делать? Ну, я не знаю, все, что угодно. Там, я думаю, что всем есть работа. Субтитры сделал DimaTorzok